В читальном зале Центральной библиотеки собрались активные пользователи социальных сетей, которые пришли на мастер-класс «Первые шаги к блогерству», чтобы научиться правильно продвигать свой аккаунт и привлекать новых подписчиков. Мы это затеяли для того, чтобы подтянуть молодежь. Это во-первых. Во-вторых, обучить людей, конечно же, правильно вести свой аккаунт в Инстаграм, потому что эта сеть, она не становится, она уже очень популярна. И многие хотят, конечно, выделиться, что-то рассказать миру. Это уже второе занятие школы блогера. На первом участникам рассказали, для чего нужен Инстаграм, что это за платформа, с чего начать и как оформить свою страницу, что должно быть в шапке профиля. Своими знаниями с участниками поделилась блогер Анна Катасонова. Алгоритмы постоянно в Инстаграм, в любой социальной сети – это тоже бизнес для кого-то, поэтому они постоянно его усложняют и совершенствуют. И чтобы там находить своего клиента, надо постоянно двигаться в ногу со временем. Поэтому решила сама изучить эту тему и, соответственно, свой бизнес и себя продвигать также через соцсети и площадки, которые есть на данный момент. Очередная встреча была посвящена созданию истории в Инстаграм. Как проводить прямые эфиры, работать с хэштегами, закреплять ссылки и отмечать пользователей. В основном сейчас переходит все в видеоформат. И, соответственно, сториз – это одна из приоритетных материалов, инструментов, которые дают возможность себя показать. Аня, она является профессионалом для меня в этой соцсети, поэтому я уже второй раз прихожу к ней на обучение и учусь с ней, и хочу также развивать соцсети, развивать свое направление именно в моем бизнесе. Для многих, кто пришел на мастер-класс, научиться работать на этой платформе нужно для того, чтобы продвигать свое дело. Дарья – массажист. Раньше ее страницы в социальных сетях вели другие. Теперь она решила попробовать сама. Надо как-то развиваться в интернете. То есть, в принципе, сейчас век технологий, да, и понятно, что нужно сейчас себя выставлять на публику. А кроме как в интернете, наверное, по-другому. В общем, нужно учиться. Также в рамках школы блогера планируется проводить занятия по сторителлингу. Такие уроки будут полезны и для школьников в написании сочинений и изложений. Иногда вроде бы ты можешь изложить свои мысли, да, а вот как-то сложить их в красивые предложения, а тем более действительно рассказать историю от и до по всем законам жанра – это тяжело. Вот поэтому мы будем стараться, чтобы люди наши творчески развивались. Занятия клуба «Первые шаги к блогерству» проходят бесплатно раз в месяц. И принять в них участие может любой желающий.